Здравствуйте! А вы зачем на переходе встали? Больше некуда встать? На дороге надо вставать. Выходите, чтобы я ГИБДД вызвал. Вот они рядом. Что значит сейчас? Прямо сейчас отъедете, пожалуйста. Ну давайте, вызываю тогда, если нет. Ну так я жду. А вы что, не видите здесь переход? Мне помешал. Мне. Вы кто? Человек. Я человек. Зовут меня Долгих Антона Витальевича, если что. Окружающих. Принимающую сторону спросите. Мужчина, вы же как водитель прекрасно понимаете, да? О чем мы спорим? Так отъезжайте. Мужчина. Я сажаю. Давайте, давайте. Ну то есть вы не отъезжаете? Вы не отъезжаете. Не надо меня руками трогать, гражданин. Займитесь делом. Не надо. Я вами сейчас займусь. Хотите? Вы кто? Вы кто? Вас как зовут? Я вами сейчас займусь. Сейчас отъедут. Не переживайте. Я не переживаю. Я за то, что в моем родном городе закон действовал. Понимаете? Вот эти вот знаки, видите? Раньше здесь были всегда въезд запрещен. Все нарушали. Поменяли на движение запрещено. Это я сделал. Здесь был въезд запрещен. Убрали. Меня не надо благодарить. Вы закон в моем городе исполняйте, пожалуйста. А вы, кстати, кто? Вам так страшно представиться, я смотрю. Спасибо. А как вас зовут-то? Так я же все равно знаю, кто вы. Ну что, вы отъезжаете? Или я вызываю? Ну хорошо, я звоню. Что вы мне показываете на них? Кто это такие? Кто это такие? Ладно, я звоню. Звоню, звоню. Звоню, звоню. Да ладно, оставайтесь. Сейчас подлиться, и быстро подъедет. Нет, поэтому надо. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Долгих, Антон Витальевич. Может быть, нам расскажем? Ага, вот в настоящее время возле здания правительства, Карла Липнихта, 69, стоит автомобиль с государственным регистрационным знаком Анатолий 811, Харитон Анатолий 43. И водитель, да, ну чиновников возит тут, инаугурации сегодня. Меня вот сейчас сбили, собьет. Ааа, вы меня что сбили-то, мужчина? Ну-ка, стоп, стоп. В общем, меня еще сбил. Опять, опять. Кого, опять, кого? Меня вы задеваете. Вы знаете, что такое ДТП-то? Вот вы меня сейчас одежду испачкали. Отходите. Не надо. Вы меня, вместо ДТП, вы не можете погибать. Куда, куда, куда вы поедете? Куда вы поедете? Назад вам советуют. Назад едем. Ну что, вы вместо ДТП оставляете? Ну я сейчас просто сделаю сообщение. Да, да, да. Это кто такой смелый-то тут? Как-то отвернулись сразу. Кто советовал ехать-то? Вы? Нет? А что, куда отвага-то пропала? Ну вы даёте, парни. Да, 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 я слушаю. В общем, вот водитель этого... Да, водитель этого... Водитель... Нет, ни о кого. Я назвал его АХА, по-моему, АХА. В общем, он сейчас уехал, а до этого меня автомобилем толкнул. И я его просил не покидать место ДТП. И он уехал. Я здесь на месте. Значит, жду сотрудников. Тут у вас очень много... Тут у вас очень много инспекторов. Ну это подъезд ко входу в здание правительства номер один. Я на месте стою. Карло Липнихта 69. 69, верно, да. Здание правительства. Да, 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 да. Вот у вас тут есть инспекторы. М1153. Я сейчас им ещё, пожалуй, сообщение сделаю. Вот они сидят, ага. Здравствуйте. Господа, тут ДТП только что было. На меня вот автомобиль наехал. Примите, пожалуйста, у меня сообщение. Сообщение у меня, примите, пожалуйста. Вы ещё сидите. О, знакомые лица. Примите, пожалуйста, у меня сообщение. Вы отказываетесь принять у меня сообщение о правонарушении? Нет. Ах, понимаете тогда, что сидите? Давайте сейчас свяжемся с дежурной части. Я у вас требую принять, у меня сообщение. Связывайтесь с кем угодно. У меня сообщение, примите, пожалуйста. Вас как зовут? По сторонам, Московский, только общественный транспорт. Вы представьтесь, отказываетесь? Нет. Но представьтесь, пожалуйста. Я трогаю. Вы что хотите? Я хочу, чтобы вы представились, назвали своё звание для начала. Как вас зовут? Я приятно срочно туда буду. Вы отказываетесь представиться? Развыться, Андрюха, не могу. Вы меня слышите? Я слышу вас. А государственным языком Российской Федерации владеете? Владею. Ага, как вас зовут? Может, здесь не было дела? Извините. Нужна помощь-то. Как вас зовут? А чем вы можете помочь? Я не вас спрашиваю. А я вас спрашиваю. А вы кто, сотрудник полиции? Как вас зовут? Нет, я просто одет и так. Одет и так? Вот написано полиция. То есть вы хотите сказать, что форменную одежду носите, не будучи сотрудником полиции, что ли? Конечно. Вы уверены в этом? Конечно. Простите, вас как зовут всё-таки? Ой, да. Ну, посмотрите. Я смотрю, смотрю. Что вы сейчас? Вы на цензурную выразили, что ли, в мой адрес? Вот осторожнее, пожалуйста, осторожнее. Да, у вас рост физическая сила, а у меня закон. Да? Да. Меня зовут Долгих Антон Витальевич, а вас как? Нет, я ни о чём не говорю. Я понимаю, а вас как зовут? А я не должен вам говорить. Должны в том-то и дело. Меня вот здесь вот не знать. Должны. Вы федеральный закон о полиции давно читали? Для чего вы это знаете? Знаю. А вы знаете? Знаю. Вы федеральный закон о полиции давно читали? Я же к вам не обращаюсь. Правильно, я к вам обращаюсь. И вы должны по моему требованию назвать своими. Нет. Удостоверение вы не обязаны предъявлять. Это я к вам обращаюсь. Вы давно, видимо, не читали федеральный закон. Я понимаю, что в основном физика у вас, но закон-то тоже знать надо. Пожалуйста, руками меня не трогайте. Я не сотрудник, я же вам сказал. А, я понял. Да, всё, сейчас я понял. Я просто спросил у сотрудников, мы стали им помощь физическая. А чем вы можете помочь? Это моё дело, я же не буду вам рассказывать. А почему вы у меня не спрашиваете? Может мне помощь нужна? Мне вот ваша помощь нужна. Вы, я так понимаю, сотрудник ФСО? Нет, я вообще не сотрудник. Тоже нет? Вы вообще не сотрудник? Конечно, нет. Очень жаль. А вы тогда помочь-то каким образом хотели, господам? Какая вам разница? Мне интересно, как гражданину. А вы знаете, что ношение форменной одежды без права на то это административное правонарушение? Наказывайте меня подместить. Я не могу, государство может. Ну тогда и не говорите это. А вы кто? Какая вам разница, кто я? А на кого мне писать-то? На неизвестного гражданина? Ты чего угодно, что, Господи? Так вы же такой отважный, я смотрю, смелый. Рост у вас 190. Вы как бы привыкли чувствовать превосходство. Но вы понимаете, что закон над нами есть, правда? Над всеми, надо мной, над вами. Вы перед генералом-то своим так же ходите? Скажите, как передо мной. А я думаю, что не совсем так. Ну у вас есть ведь генерал? У меня? Да. Нет, у меня есть семья, у меня нет генерала. Семья и у меня есть. Ну просто мы сейчас не об этом говорим. Я же к вам не домой пришел, правда? Ну да, значит сотрудникам помощь нужна, значит всего доброго. А мне помощь нужна. Я смотрю, вы сотрудник полиции. Мне нужна ваша помощь. Примите, пожалуйста, у меня сообщение об административном правонарушении. Значит, только что на меня совершил наезд автомобиль. Марку я не знаю, государственный регистрационный знак. Я вам сейчас скажу. Примите, у меня был сообщение. Дорожное транспортное происшествие, я так понимаю. Слушайте, сотрудник полиции обязан принять сообщение о любом правонарушении. Вот вы подошли сюда. Вы сюда подошли. Подошли. Хотели помощь предложить. Вот мне сейчас нужна ваша помощь. Я же не вам хотел предложить помощь. Я понимаю, а я хочу помощь от вас получить. Вы обязаны мне помощи... Сотрудники ТПС. Послушайте, гражданин, жалко, что не знаю, как вам обращаться. Я профессиональный юрист. Понимаете? То есть вы отказываетесь мне помочь? Ну, в принципе, да. Разберемся. Здравствуйте, коллеги. Вы отказываетесь у меня сообщение от принятия? Давайте я вас приму. Как вы вас приняты? Вписывайте. Записывайте, конечно. Давайте, без проблем. А вы-то, я так понял, отказываетесь мне представиться? Все, моя фамилия Бабу Иванов. Моя фамилия Смирнов. Ага, представились наконец-то. А почему вы у меня отказываетесь сообщение принять? Я вас не отказываюсь. Как не отказываетесь? Сказали, сейчас примут вас. При чем тут сказали? Я к вам обратился. Вы отказались сначала представиться, а потом принять, господин Смирнов. Я сейчас все покажу. Мне интересно, почему гражданин, сотрудник полиции, отказался у меня принять сообщение? Сейчас подошли. Правильно. Я и до этого еще подошел. Никто не отказывался. Ну как не отказывались? Вы сами посмотрите на видео, кто отказывался, кто нет. Есть ведь такая форма отказа, как бездействие, правда? Давайте, давайте. Пойдемте. Пойдемте. Расскажите, господа офицеры, кто я, что я. Отлично. Это вообще классно. Если господа офицеры местные, то у нас и проблем с этим не возникнет. Нет, не возникнет, конечно. Я даже не слышал, кто вы, если честно. А я не знаю, кто вы. Видите, какая у нас ситуация? А вот граждане знают, кто я, понимаете? У нас и какие граждане, да. Правда? А подумайте, почему так? Я не хочу даже об этом думать. Не о вас, не о мне, не о наших славян. Зачем вы подошли-то, скажите? Вот я похож на человека, который может проблемы какие-то создать. Я подошел не к вам. Я понимаю. Но вы подошли-то для чего? С двумя целями. Какая вам разница, для чего я подошел? У меня дело не в разнице, а в том, что вы подошли, такой отважный, смелый. С вами общаться я и не буду, понимаете? Вот и все еще. Вы абсолютно правы. А зачем общаетесь там? Я не с вами общаюсь. Ну как? Вот вы сейчас около меня стоите, общаетесь. Вы же мне не задаете вопрос, я нормально что-то ответил. Разумно. Разумно. Ну что, мы пойдем оформляться-то? Да, да. Так пойдемте, я вам место покажу. Вы же спрашивали? Ну пойдемте. Пойдемте, конечно. Да, вот здесь вот. Вот здесь вот место. Пойдемте, да, на ладу. Конечно. Травма-то есть у вас? Травма нет. Травма нет? Травма нет, но у меня, мне причинен материальный ущерб. Смотрите, смотрите, у меня, конечно, есть. У меня сообщение, это к вам первое не ДТП, а об административном правонарушении. То есть я прошу привлечь к ответственности водителя автомобиля, который стоял на пешеходном переходе. Ну а есть что-нибудь там, видеозапись? Конечно, есть. Конечно, вы сейчас у меня примете сообщение, а видео я направлю в ГИБДД и приложу. Мы же тут с вами не шутки шутим, правильно? Подождите, вы давайте определитесь. Я определился сначала, я вам делаю сообщение, вернее, не делаю, а заявляю в устной форме заявление о возбуждении дела об административном правонарушении. Так и пишите. Так вот, нет, вы мне 5-й, хоть где-нибудь, какие-то ваши.